В группе 19 века это как бы мощный камень, мудрый дарит его еще называют, он сверкает на солнце, и наверху католический крест. Это символический крест мы увидим в виде вазонов, тоже характерный, в виде голгофы, и вот в виде вот этих вот столбцов с католическим крестом. А человека, которого мы видим с левой стороны похоронен, знают все. Все любят шоколадные конфеты. Это Фердинанд Теодор Эйнам. Это тот самый человек, который в середине 19 века приехал в Москву и решил здесь создать свое дело. Начал он с того, что он создал маленькую артель по распилке сахара. Тогда сахара не было, а рафинада, а были огромные куски, и вот он пилил этот сахар, продавал, и это приносило определенный доход. Потом он узнал определенные рецепты и стал варить шоколад, конфеты. Но как-то все это было не на сильном уровне, пока к нему не присоединился его компаньон Юлиус Гейс. Вот посмотрите сам Эйнам с левой стороны. И вот его более взрослый компаньон Юлиус Гейс. Вот он взял дело в свои руки. Именно при нем была построена новая фабрика. И несмотря на то, что сам Эйнам отошел от дел, Юлиус Гейс решил марку эту Эйнама оставить. Вот такое обстоятельство. Многие пишут, что после смерти Гейс оставил. Ничего подобного. Эйнам отошел и перед смертью. Вот от дел, не знаю по какой причине. Тем не менее, когда фабрику уже построили на нынешнем месте, которое мы называем Стрелка, модное сейчас заведение под названием Стрелка, которое написано Эйнам, после революции превратилось в фабрику Красный Октябрь. Долгое время на упаковках писали Красный Октябрь, бывший Эйнам. Потому что очень боялись, что люди покупать не будут, не зная, что это. Эйнам уже была такая марка, всем известная. Какие были шикарные упаковки у Эйнама. Вот если посмотреть, это просто приятно даже купить из-за самой упаковки. Сейчас они стали возрождать эту традицию. У Эйнаму было два конкурента. Силу Ико, компания была такая, которая, кстати, юбилейное печенье изобрела, к юбилею Романовых, поэтому оно и юбилейное называется. И вторая фабрика гигантская, это Абрикосовых. Абрикосовых превратилась в большевичку, Эйнам Красный Октябрь. И все они были тогда конкурентами. А теперь они все объединенные кондитеры. В одном месте находится один магазин, где действительно паломничество, там на Красносельской просто огромные очереди, но там реально стоит в три раза дешевле, чем в магазинах. Я бы, если сама там не была, не поверила бы. Мною тоже овладело стадное чувство. Я стояла буквально за килограммом взлета, но не выдержала, купила там еще что-то. Но коробочки сейчас там очень красивые, кубики украшены.